И кто это там ко мне идёт? Руся, ты чего? Бегаю тут. В общем, я проснулась, из дома мы не выходили уже с мамой 3 дня. И поскольку у меня папа очень вкусно делал чебуряки. А для чебуряков нужен фарш и тесто. Мы пойдём сейчас с мамой в магазин. Вот. Решили это сделать с утра. Поэтому пойдём сейчас сходим. Теперь я стала пить воду с лимончиком. И моя дусичка красивая. Мама тут уже картошку начистила. Джуся пришла снова есть. Ой, ребят, смотрите, какая картошина большая. С мою ладошку практически. Ещё тут очень некрасиво лежит печень. Я, на самом деле, не очень люблю печень, но попробуем, что получится с этого. В общем, мы пришли с магазина, ещё зашли в аптеку за перчатками. Четыре пара перчаток стоило в аптеке 160 рублей. А в Дикси 10 пар, около 50. 10 штук, да. Пять пар. Ну, то есть гораздо выгоднее. Ну, и так, купили у нас ещё вот пакет, надо разгребать. И второе где-то. Набрали яблок куча, потому что мы с папой любители огурцов. Бананы. Очень много бананов. Ой, извините, маму масло вделали, но это чем-то. Вот, бананы. Хочу сегодня сделать пирог с бананом. Мороженое почему бы и нет. Как бы да, всё по мелочи и творог обязательно. Я сейчас завтраку только так. Не знаю, когда начну опять завтракать кашей. А перестала я есть кашу, когда у меня случилось отравление арахисовой пастой во Вьетнаме. Это ещё было. Те, кто не помнит, те, кто может посмотреть видео. Заходи, заходи. Мама ходит тут. Вот. С тех пор я больше и не ела арахисовую пасту. Поэтому, собственно говоря, я завтракаю творогом. Перчаточки в поезд. МЧС что-то прислала. Ожидается сильный снег. Кстати, фактик. Мне стали поджимать джинсы. Шла уже вторая неделя карантина, может быть, даже больше. По-моему, да, скоро уже пойдёт третья. Ну и ладно, я не парюсь, просто у меня это единственные джинсы, которые здесь. И это на самом деле мои любимые джинсы, которые мне были типа бойфренды. Не бойфренды, а мамфиты. И они теперь уже не мамфиты, теперь уже слим. Ладно, всё окей. Я типа совершенно не парюсь. Это нормальная реакция организма на сидение на одном месте. Просто за джинсы реально, ребят, вот обидно. Я уверена, что всё придёт в норму, как только вся наша жизнь придёт в норму. Поэтому совершенно не парюсь. В общем, рассказываю о своих планах на сегодня. Я сейчас хочу немножечко поучиться, потому что я в последние дни вообще не училась. Я скачала симсы и играла в симсы. Саша, четвёртый курс, скоро диплом, или не скоро, неизвестно. В общем, диплом. Я играю в симсы. Ничего не делала, но решила, что надо сегодня чуть-чуть поучиться. Потом надо помочь с мамой, маме с уборкой комнаты. Хочу приготовить пирог. А вечером придёт папа, и мы уже три дня смотрим фильмы по вечерам. В общем, онлайн-кинотеатр ОКО сделал двухнедельную бесплатную подписку для тех, кто сидит дома. Поэтому мы её установили, и теперь каждый вечер смотрим кинофильмы. А пока надо позаниматься. Сижу, смотрю влог Бурдиной, ищу информацию для реферата. Точнее, он у нас есть. Мы, короче, его стырили у потока на курс старше. Вот, но я хочу что-то добавить, чтобы, если что, было не так похоже, и мама мне приносит морковку, говорит о том, что полезно для зрения. Поэтому я теперь ещё помимо огурцов буду жевать морковки. Я сейчас не могла вспомнить, как считать столбик. Мне мама показывала, потому что реально, блин, забыла. Потому что калькулятор и всё сейчас это вот не нужно, но, оказывается, нужно. В общем, у нас будет самостоятельно, если будет, по переводу из одной системы учреждения в другую. И, как бы, да, нужно будет это всё сделать. И я пытаюсь вспомнить, как это делается. Вообще, в школе ненавидела эти переводы, и не любила, и не понимала. А тут теперь надо вникать. Вот, сижу сначала вот так, пытаюсь вникнуть. А потом я видела, есть какая-то другая система. И буду, в общем, пробовать по-разному. В общем, я решила делать ягодный тарт с яблоком и с ягодами. Вообще, по рецепту я нашла там клубника, но у меня здесь смородина с сочетанием с клубникой. В общем, ещё добавлю яблоко. Посмотрим, что получится. Если получится вкусно, дам рецепт. Но пока я начала готовить, и буду смотреть воркшоп от Skillbox'а заодно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok В общем, мой пирог должен был испечься уже 15 минут назад. Но поскольку я не умею пользоваться этой духовкой, которая у меня здесь дома, и я не поняла, я её вообще включила или нет, пирог только начался готовиться. Я пью водичку с лимончиком. Лимон, кстати, помогает в борьбе с коронавирусом и со всякой такой фигнёй, так что советую вам его тоже пить. Как только он испечётся, я постараюсь не посмотреть, потому что я сейчас хочу уйти из кухни, поиграть в симсы. И я вам покажу. Если вкусно, я надеюсь, что это получится вкусно, я вам дам рецепт, потому что я уже всё посчитала, приблизительно вычла проценты по ужимаемости. Ну, вы знаете, что в процессе готовки там меняется граммовка, я вычла грамм 10, по-моему, ой, процентов 10. Вот, и получилось, что на 100 грамм около 130-140 калорий. То есть, в принципе, отлично, всё классно, и если будет вкусно, то это будет просто замечательно. И супер витаминно, и супер полезно. Хотите прикол, ребята? У нас, кажется, духовка полетела. Мы с мамой сейчас попробуем её перевключить и посмотреть. О, мама уже включила и выключила. В общем, сейчас проверим, как у нас. Не мигал? Нет, не мигал. Что, я его включала? Слушай, или это тепло идёт от самого пирога, или что-то пошло. Неизвестно. Ребята, мама решила сделать микроволновки. Я не знаю, что из этого получится, но у нас духовка, походу, сломалась. Ну, держу вас в курсе. Вот этот творог, который мама берёт в магазинчики на развес, очень вкусный. Что ж? Я говорю. Вот. И тут делается наш пирог. И папа что-то режет. Папа, что ты режешь? Хлеб? Хлебушек режу. Огурчики, пюрешки. Будем сибирь, как пить нам. Ой. Это для, ну, короче, профилактики коронавируса. Ага. Очень полезно. Ага. Все, как-то, предлагают, говорят, давайте, давайте. Ну, выглядит прикольно. Пирог испёкся в микроволновке. Когда попробуем, скажем, как на вкус. Пирог отрезался. Сейчас будем его пробовать. Пропеклось, слава богу. Нормально, вкусно. Чувствуются бананы и яблоки. Штрудель мой любимый. Вот что вкусно. Банан. Какой-то подозрительный вкус. Смородина. Да, больше не было ягод. Что было, то это. Ну, очень, очень похоже на что-то. Не могу сказать, что, но очень пикантно. Такой кислый продукт, очень кислый. Если вы хотите сладкое, делайте с клубникой или с вишней. Ты такого подписчиком говоришь? Да. У нас были только смородина мамина с дачи. Я сделала с чем было. Да и перец. Ну, подтверждением того, что пирог. В общем, мы с родителями собираемся посмотреть фильм. Мама говорит, это институтный гость. Но мы такого не находим. Находим только невидимый гость. Вот, в общем, посмотрим, расскажем вам, как. А кто создал Испанию? Испанию, да. Внимание, сейчас в Испании проблемы. Джуси с вниманием смотрит на титры. Ну, как тебе фильм? А фильм? Я люблю детективы. Но тут детектив, конечно же, рассказал. Ну, очень непредсказуемый. Очень непредсказуемый. Ну, на дюйсин предсказуемо. Привет. Что ты делаешь? Я делаю чебуреки. О, папа делает чебуреки. У малопапы самые вкусные чебуреки в мире. Я реально нигде не ел чебуреки в семье. Серьезно. И я попросила, чтобы он сделал. Вот, поэтому сегодня у нас будет чебуреки. Чебуреки. Ты ковьё будешь пить? Угу. Красивые. Грязные. Грязные, но очень вкусно. Моя кошка всё ещё спит. Целый день. Ой, ты какая сладкая. Кажется, ребята, после выхода из карантина будем с вами вновь снимать видео о похудении или что-нибудь в этом роде. Будем, короче, сбрасывать то, что наели за карантин вместе. И главное принятие. Принятие всей ситуации. Кто потренировался, тот может позволить себе пирог. Ну, в общем, как вы видите, пирог получился очень вкусным. И рецепт вы можете посмотреть или на моей страничке в инстаграм, или же я оставлю его в описании к видео. Так что заходите, смотрите. Послушали обращение Владимира Владимировича Путина сейчас. Он сказал о том, что продляет каникулы, рекомендует продлить каникулы. Или он принял решение продлить каникулы. В общем, до конца месяца. Но сказал, что всё зависит от ситуации и, возможно, сроки будут уменьшаться. Я же надеюсь, что всё будет хорошо. Потому что, если мы выйдем на учёбу только в мае, то непонятно, когда мы будем сдавать ГОС. И непонятно, когда у меня будет защита диплома. Я, конечно, не жалуюсь. Нет, потому что с такими темпами, с которыми я пишу диплом, всё идёт, в принципе, даже неплохо. Только сегодня мне мой дипломный руководитель, на минуточку сейчас 2 апреля, написал структуру моего диплома. И как бы только сегодня я написала две главы. В общем, да, всё супер. Я не жалуюсь, но просто очень интересно, насколько это всё затянется. Короче, по совету моего брата мы будем сейчас смотреть фильм «Шахматист». Мой набор. Набор мамы, чебурик и кофе. Папин простой набор. В общем, посмотрим, скажем впечатления. Илюха посоветовал, поэтому давайте будем все фильмы смотреть. Почему? Надо смотреть не только фантастику. И ужастики. Извините. И сиси. Жизненно надо смотреть. Мне понравилось, очень жизненный фильм. Это мыло какое-то. Такое, типа автобиографический. Да? Обалдеть. Короче, фильм нормальный, можете посмотреть. Короче, ребята, я вам хочу честно сказать. Она собирается в Питер 9 числа, но я не подпишу ни один документ. Папа все говорит, что надо, чтобы меня выпустили, подписать документ. Я совершеннолетний должен подписать документ. Поиск будет закрыт. Что еще? Поиск будет закрыт. Короче, посмотрим. Кисточку. Кисточки, точнее, там набор, короче, у меня же. Поздоровайся с ребятами. Семь. А вы созванивайтесь со своими друзьями, потому что сейчас очень много людей стали именно говорить по телефону, по сотовой связи. А как иначе? В общем, пишите в комментарии, делайте вы так или нет. А пока я с вами прощаю. Спасибо за просмотр и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok